здравствуйте уважаемые цветоводы сегодня поговорим о ампельных колиусах я вам покажу и расскажу как лучше укоренять колиусы и неважно они какие обычные которые растут кустом или же ампельные результат я вам буду показывать на примере вот этого колиуса ампельного wizard его я уже несколько раз обрезала только обрезка помогает формировать вот такой пышный куст лет еще не опускаются вниз потому что самые большие веточки были уже обрезаны ну а сейчас давайте посмотрим результат черенкования я покажу два варианта и вы сами увидите как лучше черенковать колиусы и так перед вами два варианта первый вариант я черенковала в грунт и укрывала стаканчиками посмотрите на этот результат вот видите видно что черенки укоренились но они такие небольшие по размеру увядания никакого нету все листья крепенькие сейчас рассмотрим еще один такой же кустик вот смотрите здесь это уже был не верхушечный черенок но он пустил боковой побег и тоже великолепно укоренился ну и вот второй вариант здесь я уже укореняла колиусы в воде хочу уточнить что и те и другие колиусы я укореняла в один и тот же день это у меня было 24 04 то есть 24 апреля сегодня 7 мая а сейчас давайте посмотрим какие здесь корешки вот видите какая здесь шуба уже пошло колечко прекрасное я сейчас попробую рассоединить эти черенки потому что здесь не один а несколько первый раз вот достают вместе с вами поэтому очень все здесь переплетено нужно аккуратно и очень аккуратно это разбирать вот видите какая корневая система и какой большой уже размер этого черенка не сравнить вот с этими черенками это один кустик сегодня я их буду укоренять уже в грунт вот второй кустик тоже корневая система такая же и еще два черенка вот верхушечный подкрутился но корешки пошли кстати обратите внимание не только отсюда во но и вот по стволику идут корешки у колиусов поэтому это великолепное растение которое безболезненно укореняется ну и сейчас будем с вами вместе высаживать эти черенки в грунт для каждого черенка я подготовила стаканчики они разные для вот таких маленьких черенков достаточно вот такого стаканчика а для больших я буду брать стаканчики естественно побольше двухсотграммовые будем рассматривать вот этот идеальный пример потому что здесь есть и нижние листья и боковые пошли побеги вот эти побеги которые пошли снизу я буду убирать по той причине что здесь рядом с ними пошли корешки чтобы более великолепно прошло укоренение делаем так что касается этих листьев здесь тоже пошли боковые побеги мы их оставляем на половинку я уже заполнила стаканчик опускаем его и заполняем грунтом грунт у меня обычный ph 6 с половиной аккуратненько со всех сторон заполнили грунтом потрясли немножечко вот так вот чуть-чуть прижали грунт и нужно обязательно полить растение поливаю обычной водичкой комнатной температуры смотрите на это черенок видите какой он под подогнувшийся я не буду его вот так сажать а посажу точно так как расположены корешки поэтому грунта в горшочке подсыплю немножечко побольше вот ну и дальше аккуратненько засыпаю чтобы не присыпать листики я беру не очень-то много свой волшебный совочек вот такой грунта и опять вот так поджимаем не бойтесь что он получился вот так немножечко сбоку это не страшно потом все выровняется ведь мы будем его пересаживать уже на постоянное место в другие горшки и у нас уже будет другая картина а сейчас давайте сравним как были черенки которые я укореняла грунт и которые укоренялись в воде видите какая разница поэтому пишите в комментариях как вы черенкуете и какой способ вам больше нравится мне конечно понравился больше способ вот этот в воде потому что сам черенок пока он был в воде уже вырос ну и корневая система великолепная жалко конечно что я эти черенки отправляла не в прозрачные стаканчики хотелось бы посмотреть какая корневая там система но не буду уже здесь выворачивать ничего как есть так есть самое главное что результат на виду итак друзья надеюсь я вам убедительно и показательно рассказала и показала как я черенкую колеусы всем успешного черенкования и как всегда до следующих встреч пока пока